Дорога вдоль моря. На электричке ласточка. Очень медитативный процесс, в котором хочется пофилософствовать, поразмышлять. И мне вспоминаются строчки, которые я встретила в сетях. Строчки о жизни. И звучат они примерно так. Остался лишь запах, родной, непохожий, на тысячи лишних случайных прохожих. Остались лишь фразы, что нежно ласкали, и лезвием бритвы плоть рассекали. Остались лишь кадры, улыбок невольных, таинственных знаков без объяснений. Остались обрывки тех самых мгновений, которые часто нам делали больно. Остались друзей, пустые расспросы, табачные кольца со льдом и слезами, портретные рамки с прозрачными фото, бездонные окна вдали, вечерами. Осталось в годах, растворившись клубами, то важное, что не сказали словами. В пылу бесконечных потали, сгорая, две маленьких искры, что были не нами. Остались закаты, остались рассветы, безмолвные взгляды, в дождя пируэты, рисунки на зеркале в мутных видениях, из снов до реальности страх пробуждения. Остались одни в обездоленной чаше, мы рыщем, как вороны в поисках счастья, ушедшего в мир наших снов и видений. И вот уже, кажется, гаснут огни, «Но ведь мы не они. Твой мир, как голос, осыпается пылью под капли дождя, подставляя ладони, а страшная сказка вдруг сделалась былью под грохот стихии и вспохи молний. И эта картина, ты знаешь, отчасти мне кажется даже немного красивой, что было единым, распалась на части. Но так было нужно, необходимо. Нет, не камень в груди. Я достаточно боли приютила в себе и впитала под кожу. И настанет тот день, словно скованный зверь, сосковавшись по воле, а на темной рекой устремиться наружу. Потому я не чувствую боли к терзаниям твоим безучастно, что разбилось, обратно уже не собрать. Людям это, увы, не подвластно. Но зато мы прекрасно умеем играть, угасаем, живем по привычке, что вчера еще пульсом стучало в висках, мы сегодня выносим в кавычки. И пугает не то, что стало не распознать между фальшью и правдой границу, а то, что под масками нет ничего. Эти маски и есть наши лица. И мы будем блуждать, и мы будем искать. Кто-то строит лестницу в небо, кто-то счастлив вполне и с синицей в руках дать немного зрелищ до хлеба. Уходя навсегда, мы с фальшивым теплом говорим, что всегда будем помнить. И мне, правда, хотелось бы камень груди, пустоту, чтобы хоть чем-то заполнить. Бурной реки посреди мы мечтаем о вечности, но все, что вокруг нас и все, что внутри, все проходит. И нет ни цепей, ни объятий таких, что не разомкнутся в итоге. Мы вдыхаем огонь во спасение, чтобы не разлучиться, гореть и не переставать, чтобы оставить и остановить то мгновение, изгорев, чтобы снова из пепла восстать. Вот такие строчки. Автор неизвестен, я встретила их на просторах интернета. И вот сейчас в дороге очень захотелось прочитать вам, да и, в общем-то, поговорить о том, что если ты досмотрел это видео до этой минуты, то, во-первых, ты ищешь, во-вторых, ты романтичен или романтично. В-третьих, может быть, ты просто любишь море и смотришь сейчас вместе со мной из окна этой электрички, что двигается из Туапсе в Сочи. может быть, ты любишь небо, может быть, ты ищешь смыслы. И все это сейчас объединяется через мой голос, через эту картинку. Все переходит к тебе, перетекает. Я говорю намеренно, тихо, почти шепотом. Ты слышишь какие-то дополнительные звуки, звуки электрички и люди, контролеры, пассажиры и кондуктор, а точнее. Я не знаю, кстати, как зовут тех сотрудников, которые объявляют следующую станцию. Может быть, диктор. Да, ты слышишь голос диктора, ну и мой голос. Я знаю, что многие любят приходить на мой YouTube-канал просто, чтобы послушать голос. Да, я знаю с детства, что мой голос имеет определенные энергетические коды. Он как будто бы выравнивает, успокаивает, исцеляет. Кстати, абсолютно не важно, о чем я говорю, важна динамика, ритм, окрашивание голоса. И далеко не всегда моя дикция безупречна. Однако людям очень нравится приходить и слушать мой голос. Кстати, если ты дослушал до этого момента и тебе тоже нравится, как убаюкивающе звучит мой голос, поставь, пожалуйста, просто плюсик в комментариях, мне будет очень интересно. Ну что ж, а я еду в Сочи. Сделаю несколько встреч, запишу интервью, запишу несколько видео для тебя, дорогой мой зритель. Будут интересные моменты. Ну, а это видео совершенно не похоже на другие. Раньше я не делала таких романтично-поэтичных заставок на моем канале. Ну что ж, посмотрим, кому понравится этот стиль. С тобой была Апраксина Лада и увидимся в следующих выпусках. Дождусь лишь море. Вот оно. И снова ангары, и снова постройки, и снова море. Вот оно. Это все море тебе. 1, 2, 3, 4. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok